В правительстве подвели итоги работы регионального департамента экономического развития и торговли. В 2012 году промышленный комплекс области в целом развивался динамично. По ряду экономических показателей отмечены устойчивые и положительные тенденции. Вырос оборот розничной торговли и объем платных услуг. За 11 месяцев прошлого года средняя заработная плата по области выросла на 14,5%, реальная на 8,9%. Реальные денежные доходы населения за год увеличились на 16%. Во всех муниципальных образованиях наблюдалось увеличение среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям. Больше всего зарплаты увеличились в Тейковском, Пучешском и Вичугском районах. В сфере потребительского рынка и услуг была создана сеть социальных объектов. Проводилась работа по сдерживанию роста цен на продовольственные товары. Стоимость большинства продуктов питания не превысила средних показателей по Центральному федеральному округу. Информационно-аналитическое наблюдение за ценами должно проводиться и в муниципальных образованиях. Однако мониторинг ценовой ситуации осуществляется не всеми. Поэтому я также прошу заместителей глав обратить на это серьезное внимание. Потому что мы иногда сталкиваемся с тем, что не можем реально от вас эту информацию получить. На коллегии зашла речь о бюджете. В прошлом году налоговые и неналоговые доходы выросли более чем на 15%, что составляет почти 2 миллиарда рублей. Но расходы областного бюджета растут еще быстрее. В результате государственный долг Ивановской области имеет тенденцию к росту. На 1 января 2013 года его объем составил 7 миллиардов 445 миллионов рублей. Или 42,8% от объема собственных доходов. Это, как мы говорили на своей расширенной коллегии, определенные достижения Департамента финансов, поскольку перед нами стояла задача удержать внутренний долг на уровне 50%. Поскольку сократить расходы области не представляется возможным, то выход один – наращивание собственной доходной базы. Прирост налоговых поступлений в прошлом году обеспечили практически все виды экономической деятельности, за исключением производства, распределения газа, электроэнергии и воды. И вот здесь есть тоже вопрос. Причина называют как бы снижение объемов производства и рентабельности и как следствие возврата уплаченных налогов и снижения авансовых платежей. Хотя планом социально-экономического развития снижение объема не предусматривалось, и буквально вчера получены официальные данные статистики, объем вырос на 4,6%. С этой ситуацией чиновники планируют разобраться. Увеличение собираемости налогов в 2013 году станет одним из важных направлений деятельности департамента.